Привет, это Homefront, новая компания. Киев Сунинской Конио, Каменьевский Советский 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 Сунинской А proyect. В Китае, Ким Чун Ил, Китай, Китай! Китай, Китай! Китай, Китай, Китай! Продолжение следует... 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 непонятно дать ему замат как ты нам нужен стреляй не спи в кого стрелять я почти попала убереги патроны вторые где только перезаряжаться автомат на твоих руках рот корейцев и теперь в сопротивлении классно вы меня к себе приписали они лезут через крышу еще двое спереди и покрытие не высовывайся мы даже не дали сложность выбрать собирай все полные рожки не оставляй врагу патронов как их собирать я знаю короткий путь через окраин что успеть до того как рванет ладно мне вот это вот нравится здесь прицел чтобы тебя пристрелили живо в переулок мне казалось что все должно пройти быстрее спокойнее я хоть туда иду вы идете не вставайте от меня теперь я вас виду поняли внутрь внутрь снова эти ублюдки если я прыгаю я сначала начну с какого права ах с этого он мне сказал гранату бросать он сказал бросай просто у меня патроны закончились еще транспорта слева да я думаю нужно гранату кинуть так пушку привез стоп что то что ты взял так и надо это моя гранату из места надо идти пока не пришло покрепление уходите через прикрыты вон это клана пилот с нами не парься это просто бензоколожка должно их заметить это что такое вообще так и должно быть до отхода что ли какие-то у меня нет времени спорить что это было вообще он считает что мы не должны подвергать опасности местных жителей он скорее поставить под удар всю операцию успокойся он просто заботиться о людях я только что здесь было кто-то позаботиться а тут лечь можно ну серьезно я выставить хотел это не такой тупый как вы как вот лег он здесь оставаться здесь не двигаться это странно то ждем ждем спокойно по моему сигналу что по твоему сигналу пошли пошли полно людей останком что перебегите через улицу ладно он не слышит наш бег я не ожидал что за нами пошлю целую армию что еще и бумаги есть читал твое дело джейкобс надеюсь на его прям как во второй части дневники зачем сюда забираться держись мы через забор я его сделала он не шевелит я его сделала он не шевелит я его сделала он не шевелит я тоже не стрелил попросили бы меня тогда по нормальному прикрытию так и задумано как вам моя граната она великолепная правда как-то не очень быстро дохнул это был мой я нырну пусть это они у двигателя получаете ублюд я его сделала он не шевелит кричаткой духа вот как всегда уже я его завалил вы их тут не называете чучками получаете ублюдки чучки пулемет окно на втором этаже это был мой смерть чучка смерть врагам этот еще жив там вон через забор перелазит хотя можно было обойти ну или нельзя было серьезно при попадании сдох и теперь все заново но они это любят любят это я знаю пулемет окно на втором этаже надо было быстрее там перебегать но я не рассчитывал то что он во-первых будет в меня стрелять а во-вторых то что убьет с трех попаданий давайте готов убегать как пушку менять уходим собора отбегаем слева ложись пушка разнесет тебя в клочья а задание какое как задание посмотреть эту хрень мы даже не поцарапаем нужна взрывчатка ну вот это что обойдите бронемаши есть в окно даже везу я так подорвите бронемашину нужно взрыв нужно взрыв этого хватило охренеть мать твою следовать ну давай веди нас спасатель странно что люди живут так близко к обломкам странно что у вас такой отстойный план то есть они придумали как вытащить меня оттуда а то при виде падающего с неба самолета все должны хвататься за пушки они придумали как меня доставить в нужное место хотя может они и то на ходу придумали преследовали преследовали а потом а почему бы не протаранить а мы должны выжить любой ценой я не мог выйти открыли молодцы может это быстрее делать этих надо мочить или нет может надо по стелсу к нему пройти или это какой-то добрый да мы уходим расходитесь по домам не будет привлекать внимание черт коннор я сказал не лезьте сюда еще не хватало устроить бучу прямо в жилом квартале нам больше было некуда идти повсюду полно корейцев мы должны сражаться за этих людей а не прятаться за их спинами а кто прячется а ну прекратите оба ты пилот верно я бун карлсон командир ячейки американские войска собираются сан-франциско им нужно топливо и ты поможешь нам его доставить дайте быстрее пока она меня не смочила долго же ты выбивал эту дверь сан-франциско защитить парану защитить вас защитить вас от дома кто-нибудь успокойте младенца что вы откопались надо еще машинцами что-либо не просто всех людей надо расстрелять не все патроны закончатся а 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 над Change не мне не кто-нибудь успокойте младенца М а п она сама перелезть не могла что если придем за вами когда все закончится этими патронов пошли идем дверь никто не откроет где малышка вот он Просто выбери цель и нажми! Он умер! Идем! Хоть! Стреляй! Как-то стоит! Ну я же нацелился на эти джипы, что их не устраивает. Молчи! Сразу так нельзя было делать. И тут патронов нету. Я не могу пушку сменить. Давай! Каким машинам я не вижу больше машин. Где еще вражеский джип? Используй наводчик! Эти мне патроны или пистолет мой. Используй наводчик! Наверное, этих надо добить, но... Блин, я рискну и сбегу за патронами. Эти вроде идут и идут. Перезаряжаю! Прикройте меня! Прикройте в камеры! Меняю урожон! Возможно, где-то дальше есть. Я пытался сразу в эту машину нацелиться. Нет. Он не целился. Видимо, тоже от этой части бомбить будет. Используй наводчик! Вчера днем части КНЭ осуществили рейд на город Монтрос, штат Колорадо. Они заявили, что сделали это с целью нейтрализации гражданских целей большого значения. Однако действия американских партизанов не заслуживали такого ответа. Кровь невинных людей текла реклой по главной улице. Ваших родных и друзей стреляли, как зверей на охоте. Сообщают, что одной из ячеек сопротивления в Монтросе после яростной перестрелки удалось уйти. Можем лишь надеяться, что эти патриоты добрались до одной из безопасных зон в заброшенных пригородах. И какой бы ни была их судьба, мы продолжим сражаться. Не верьте лжи, которые распространяют подконтрольные корейцам СМИ. Канал «Правда» — это мы. Мы — это голос свободы. Доброе утро, Монтрос. Вы слушаете радио КНА 88 и 3 ФН. Новость часто. 24 мирных жителей вчера погибли в ходе перестрелки, устроенной группой мятежников. В организации нападения подозревается Конор Морган. Он обьёт имплот. Ах, чёртова пропаганда. Рад, что ты в порядке. Тебе крепко досталось. Я думал, ты не выживешь. Как будешь готов, выходи. Я всё тебе покажу. Что покажешь-то? Это жилище. Настойное. Настойный футбол. Пилот очнулся. Уходим в перерыве между патрулями. Пошли. Добро пожаловать в новый дом. Это наш залог Америки. Ну, круто, иди. Свалка какая-то. Не о таком будущем мы мечтали, но мы хоть свободны. Снаружи это обычный заброшенный район пригорода. Но внутри наше убежище. Это что-то вроде школы. Рада, деревья и этот камуфляж скрывают нас от КНА. Но мы всё равно должны быть осторожны. Особенно сидеть. Давай. Свяжись с Рианной. Она сейчас на площадке. Узнаю у Конора про патроны. Мы едим то, что сами выращивают. Водосбор вон там. Электричество у нас от ветряков и солнечных батарей. Ты закончил свою экскурсию в Виколепную? Пойдем. Пойдем. Тебе самому-то не надоело? Привет, Жаня. Привет. Что, вернулся из мертвых? Значит, у нас всё готово, да? Хочу делать. Ты чё так тихо? Я не слышу. Командую я. Если всё сделаем правильно, обойдёмся без потерь. Поппер может выйти на связь в любую минуту. Встречаемся у тоннеля. Не встаньте, звуки подушек и засуну. Конор отличный боец. Если хочешь, осмотри. Встретимся на заднем дворе. Конечно, хочу. И дверь закрыли за мной. До следующего патруля корейцев есть ещё немного времени. Можешь пока что познакомиться с нашими. Встретимся на той стороне двора. Никакой. Можно я просто за тобой пойду? Или вы будете разговаривать со мной? Ладно. Этот приём не должен набить переговоры корейцев. Ладно. Не знаю, насколько хорошо получится, но всё же лучше, чем ничего, верно? Ты говори. Вроде здорово рисковал, чтобы выбраться. Почему я не могу тут бегать? Коза. Представляешь? Чёртовы косы. Опять жуют бельё. Эй, бонусы, Хоппер. Патрули ушли и встретимся у выхода из тоннеля. Ясно. Мы выходим. Пошли, Джейков. Как раз вовремя. Слушай, мы потеряли много людей. Нам нужна твоя помощь. Сегодня у нас важная миссия. Нам надо добыть снаряжение. Противник силён и хорошо вооружён. Так побери оружие и как можно больше боевый вас. Иди за мной. Взять штурмовую винтовку. Можно я возьму? Преградили мне путь. Можно я второй пойду? Можно? Сопротивление прорыло эти тоннели ещё в первые дни оккупации. Их партижон их под Монтрозом почти дремили. Мы прорыли их везде, кроме как по стеной, которую построили их в Мирже. Эта сволочь уходит слишком глубоко. Когда мы освободим страдовую винтовку. Ни хрена. Я её взорву, когда уйдём из города. Ладно. Думаю, на этом можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok